Ученики из 20 ульянских школ показали свои бизнес-проекты на 13-м форуме «Деловой климат России». Одни представили эксклюзивные футболки, другие свечи и украшения ручной работы. А ученица многопрофильного лицея номер 20 Виктория Аридова и ввел в публике интеллектуальную игру. С помощью карты, фишек и бланка с вопросами можно не только интересно провести время, но и подготовиться к международному школьному тестированию. Проект девушка разработала вместе с учителем и ровесницей из параллельного класса. Во время визита на форум губернатор Алексей Русских заинтересовался стендом разработчиков игры. Новшество уже испытано на семиклассниках. В школе игру восприняли с большим интересом и позитивом. В принципе, игра всем понравилась. Это было очень интересно. Особенно коммуницировать с учащимися и видеть в глазах какой-то интерес. Родители спокойно меня поддерживают в этом. Родители школьников тоже хорошо. Проект Лига школьного предпринимательства существует на протяжении пяти лет. Курс включает в себя работу в команде, тренинги, встречи с опытными предпринимателями и деловые игры. Отличие программы этого года заключается в простоте воплощения. Ранее подросткам давали задания футуристические и нестандартные, а в этот раз бизнес-планы более реальные. По оценке экспертов, школьники все чаще выбирают IT-сферу бизнеса. Мы оцениваем их проекты по разным критериям. Мы стараемся в наших проектах Лига школьного предпринимательства привлекать много действующих предпринимателей. Именно они дают оценку, потому что важно, чтобы ребята знали, насколько действительно жизнеспособен их проект, насколько они правильно произвели расчеты в бизнес-планах, насколько правильно оценили своих конкурентов, насколько правильно они поняли рынок, на который они планируют выйти. Авторы лучших проектов получат 100 тысяч рублей, а обладатели второго и третьего места по 50. Эти деньги перечислят школам, чтобы руководители закупили всё необходимое для развития юношеского бизнеса.